Привет! В этом видео мы поговорим о нейронных языковых моделях. В прошлом видео мы говорили о count-based языковых моделях, то есть о том, как были устроены языковые модели до того, как к ним применили нейронные сети. Давайте начнем наше исследование того, как устроены архитектуры сетей для языковых моделей с самой простой архитектуры. С той архитектуры, где у нас есть только слои эмбезингов и полносвязные слои, то есть fully connected. Как могла бы быть устроена нейронная сеть для языковой модели? Давайте допустим, что у нас есть начало предложения. Рыжая лиса очень быстро несется в, и мы хотим сгенерировать следующее слово с помощью нейронной сети. Договоримся, что каждый раз в нейронную сеть мы подаем ровно три последних слова предложения. Быстро несется в. Первый слой сети это слой эмбеддингов. Этот слой берет каждое слово, которое ему подали, и трансформирует его в эмбеддинг. Допустим, что у нас эмбеддинги размерности 512. Тогда, если мы подадим слова быстро несется в, в этот слой эмбеддингов, у нас на выходе получится три вектора размерности 512, эмбеддинги трех слов. Дальше нам нужно эти эмбеддинги как-то совместить и передать дальше следующий полносвязный слой сети. Как мы можем их совместить? Давайте договоримся, что мы их будем конкатенировать. То есть из трех эмбеддингов размерности 512 сделаем один большой вектор размерности 512 умножить на 3. Можно, конечно, как-то совмещать по-другому, например, складывать, умножать или как-то еще более хитро. Но мы остановимся на конкатенации. Итак, у нас три эмбеддинга получились после слоя эмбеддингов размерности 512. Мы их конкатенируем, получаем один вектор размерности 1536. Это значит, что первый fully connected слой в этой части сети должен иметь ровно 1536 нейронов. Что происходит дальше? Здесь несколько fully connected слоев, сколько угодно. Последний fully connected слой содержит ровно столько нейронов, сколько у нас слов в словаре. Давайте допустим, что слов в словаре миллион. Тогда последний полносвязный слой содержит миллион нейронов. Каждый нейрон отвечает за одно из слов в словаре. И в нем будет записана вероятность того, что это слово может стать следующим в этом предложении. Смотрите, здесь ситуация очень похожа на ситуацию с нейронными сетями для классификации. Помните, что если мы делаем нейронную сеть для классификации, то эта нейронная сеть должна содержать в последнем слое ровно столько нейронов, сколько у нас класса. И в каждом нейроне, каждый нейрон соответствует одному классу, и в этом нейроне содержится вероятность того, что объект, который попадает в нейронную сеть, принадлежит этому классу. Напомню, что в таких сетях в последнем слое стоит функция активации softmax. И наша сеть, вот это не исключение. Здесь в последнем fully connected слой тоже будет стоять функция активации softmax. Так вот, последний слой, в нем миллион нейронов. Каждый нейрон отвечает за одно слово из словаря. И в конце содержит вероятность того, что это слово может стать следующим вот в этом предложении. Вот, например, как у нашей нейронной сети после того, как она съела вот эту часть предложения, быстро несется в, получились вероятности. Она считает, что большая вероятность нора, человек, большая вероятность у лес, на его дороге нечеток. Самая наибольшая вероятность получился слово лес. Поэтому это может стать хорошим кандидатом к следующему слову вот в этом предложении. Рыжая леса очень быстро несется в лес. Давайте теперь замечу, что здесь важно, что мы подаем на вход нейронной сети только фиксированное количество предыдущих слов. То есть, грубо говоря, у нас сохраняется то же самое свойство, что у нас было и the count-based модели. Свойство марковости. То есть свойство, что мы генерируем следующее слово, основываясь только на фиксированном количестве предыдущих. Вспомните биграммные, триграммные, четырехграммные модели. Вот эта модель, можно сказать, у нас четырехграммная, потому что она генерирует следующее слово, основываясь на трех предыдущих. И это важно, потому что вот, Если мы построили вот такую нейронную сеть, которая генерирует следующее слово, основываясь на трех предыдущих, то четыре предыдущих слова мы ей подать уже не сможем. Если мы подадим четыре предыдущих слова, очень быстро несется V, то на выходе слоя эмбеддингов мы получим четыре эмбеддинга размерности 512, а сконкатенировав их, получим уже вектор размерности 512 умножить на 4, а не 1536. Но ведь у нас первый полносвязный слой размерности 1536. Поэтому мы не сможем четыре сконкатенированных эмбеддинга после слоя эмбеддинга подать в следующий fully connected слой. То есть наша модель завязана на том, что ей всегда подается фиксированное количество слов. Как обучается такая модель? Обучается модель с помощью кросс-энтерпии, точно так же, как обучается модель для классификации. Так как у нас здесь последний слой нейронной сети, в нем миллион нейронов, если миллион это размер словаря, функция активации softmax, в каждом нейроне вероятность того, что соответствующее слово будет следующее в нашем предложении. Вот такое получилось распределение вероятности на слова в словаре у нашей нейронной сети. И у нас есть правильное распределение вероятности. Вот, например, правильное слово лес. Что значит, что правильное слово лес? Это значит, что когда мы учим нашу модель, мы подаем ей начало какого-то предложения из нашего датасета. Рыжая лиса очень быстро несется в. И в нашем датасете в этом предложении следующее слово лес. Так вот, правильное слово лес. Вот это правильное распределение вероятности. Лес единица, остальные нули. И мы применяем функцию loss cross-entropy и с помощью back-propagation обычного обучаем эту нейронную сеть. И так далее. На всякий случай поясню, что вот мы... У нас вот это предложение в случае тренировки нашей сети, оно находится в тренировочной банке предложений. И мы, когда подаем кусок предложения рыжая лиса очень на вход нейронной сети и просим ее предсказать следующее слово, правильное слово у нас быстро, и распределение вероятности будет везде нули для слова быстро единица. И мы хотим обучить сеть так, чтобы она действительно после префикса рыжая лиса очень выдавала слово быстро. Преимущество такой архитектуры нейронной сети для языковой модели перед count-based языковыми моделями. Наверное, вы уже могли догадаться, что здесь нет той самой проблемы, которая очень сильно омрачала нам существование в count-based языковых моделях. Здесь нет проблем со словами, которые не встречались в датасете. Почему такой проблемы нет? Потому что здесь есть слой эмбеддинга. А мы с вами знаем, что мы умеем делать эмбеддинги даже для слов, которых нет в словаре. Самый простой способ это сделать, это для всех слов, которых нет в словаре, им присваивать эмбеддинг всех нулей. Более сложные способы это использовать fast-text модели, которые могут генерировать эмбеддинг слова по его частям, или какие-то другие трюки. Но суть в том, что мы всегда можем выдать эмбеддинг любого слова, даже если этого слова в словаре совсем нет. Из этого вытекает другое преимущество, что у нас нет проблемы с нольбыми значениями вероятности, которые у нас были раньше, ни в знаменателе, ни в числителе. Мы всегда можем, какие бы здесь три слова ни были, предсказать какое-то следующее слово. Но здесь, повторюсь, осталась проблема марковское свойство. Проблема того, что наша сеть генерирует следующее слово, основываясь только на фиксированном количестве предыдущих слов. Это не очень хорошо, потому что, как мы понимаем, следующее слово, оно может по смыслу зависеть не только от трех предыдущих, но и от скольки угодно на самом деле в предложении. Что же делать? Наверное, вы уже догадались, что делать, потому что у вас уже был урок про рекуррентные нейронные сети. Другая архитектура нейронная для языковой модели может выглядеть вот примерно вот так. Здесь будет слой RNN, рекуррентный слой, и их может быть здесь несколько, то есть там два, три, сколько угодно. Потом сколько-то fully-connected слоев, и потом то же самое. Последний fully-connected слой будет содержать ровно столько нейронов, сколько у нас слов в словаре, например, миллион. И обучаться наша нейронная сеть будет точно так же, на кросс-энтропии, и выдавать она будет распределение вероятности на все слова в словаре. Заметим здесь вот что. Для того, чтобы успешно использовать и обучать такую модель, нам придется к нашему предложению вначале добавить специальный токен BOSS, begin of sentence. Зачем? Потому что обычно мы хотим генерировать предложение с нуля. Когда мы генерируем предложение с нуля, у нас перед началом предложения ничего нет. Но мы должны что-то подать в модели на вход, чтобы она выдала следующее слово. То есть мы должны нашей RNN подать какой-то токен на вход, чтобы она нам генерировала следующее. Вот begin of sentence — это специальный такой токен, который добавляется в словарь перед тем, как мы начинаем обучать модель. Begin of sentence означает начало предложения. То есть как точка означает примерно конец предложения, так begin of sentence будет означать начало. Мы еще встретимся с этим токеном и с токеном end of sentence также в следующей лекции, когда будем говорить про машинный перевод. Но и здесь он нам полезен. То есть когда наша уже обученная нейронная сеть, языковая модель, будет генерировать нам текст, мы в первую очередь подадим ей begin of sentence, она нам потом сгенерирует первое слово в предложении. Потом мы обратно ей подадим первое слово в предложении, она нам генерирует второе слово в предложении и так далее. Ну вот, так выглядит нейронная сеть на основе рекуррентных нейронов для языковой модели. В принципе, ничего сложного. Вы подаете этой нейронной сети предложение слово за словом, и после каждого слова нейронная сеть генерирует следующее слово. То есть если у нас вот есть такое начало предложения, рыжая лиса очень быстро несется в, дальше нейронная сеть генерирует слово лес, вы записываете сюда слово лес и подаете слово лес опять этой же нейронной сети, она генерирует вам следующее слово и так далее, и так далее, и так далее. Если вы думаете, что это все, то это не все. Сейчас я расскажу вам то, как использовать сверточные нейронные сети для генерации предложений, для языковых моделей. Вот так примерно может выглядеть сверточная нейронная сеть для языковой модели. Смотрите, что будет происходить. Первый слой — это слой имбеддингов плюс слой конволюшн. Что это значит? Это значит, что этой сети мы также будем подавать на вход какое-то ограниченное количество последних слов, например, 4, очень быстро несет свое. Первый слой имбеддингов будет получать имбеддинги этих четырех слов. Вот они тут изображены. Вот это вот имбеддинг четвертого слова, имбеддинг третьего слова, имбеддинг второго слова, имбеддинг первого слова. У нас будет такая вот матрица N на 512. 512 — это размер имбеддингов, N в нашем случае 4. N — это размер окна, который подается на вход нейронной сети. Вот это как бы двумерная матрица, и по ней мы можем провести свертку, то есть мы можем ее свернуть. Дальше идет слой конволюшн. Там несколько сверток сворачивают вот эту полученную матрицу имбеддинга, которая 4 на 512. Вот я тут обозначила фильтр, который будет идти по этой матрице. У нас несколько сверток, несколько фильтров. У нас получается несколько карт активации. Вот, например, три карты активации. После этого мы эти карты активации схлопываем в векторы, то есть делаем флаттен, тот же самый флаттен, что мы делали для классификации изображений свертками. И из вот этих вот трех карт активации получаем три плоских вектора, конкатенируем их между собой и подаем на вход в fully connected слое сети. Здесь несколько fully connected слоев сети. И в конце то же самое. У нас в последнем fully connected слое миллион нейронов, и они выражают распределение вероятностей на слова в словаре. Какое слово будет в следующем нашем предложении. Здесь сразу скажу, может быть несколько слоев сверток. Я здесь показала один, потому что у меня бы не влезло больше на картинку. Но здесь вот после получения карты активации может быть еще сверточный слой, еще сверточный слой. Но после последнего сверточного слоя вам нужно будет сделать флаттен и подать на вход в fully connected слое. Заметим здесь, что здесь до начала предложения рыжая лиса быстро несется вверх. Я поставила не только begin of sentence boss, но еще и несколько других токенов, которые назвала PAD. PAD это токены к паддингу. Это некоторые добавочные токены, которые служат для того, чтобы занимать некоторое место в предложении, если его нужно занять. Более подробно про это опять же мы поговорим, когда будем разговаривать о машинном переводе. Этот токен тоже очень важен для машинного перевода. Но здесь он тоже нужен. Вот зачем. Мы опять же хотим генерировать первое слово в предложении. Чтобы генерировать первое слово в предложении, для начала нейронной сети нужно что-то подать на вход. Ну, чтобы она нам выдала первое слово в предложении. Так как в этой нейронной сети, сверточной, мы подаем на вход нейронной сети всегда 4 предыдущих слова, то нам нужно какие-то 4 токена подать ей на вход. И эти токены это begin of sentence и 3 токена в паддингу. То есть здесь будет столько токенов паддинга, сколько у нас вот это окно, которое принимает на вход наша нейронная сеть, минус 1. Ну, потому что 1 занят токеном begin of sentence. Давайте поговорим о том, в чем преимущество, недостатки вообще сверточных моделей для языковых моделей. Так, во-первых, я уже сказала, что можно комбинировать несколько сверточных слоев. На всякий случай это подчеркну, чтобы моя картинка вас не смущала. Также на самом деле можно комбинировать архитектуры CNN и RNN, никто вам это не запрещает. То есть вот я показывала чисто RNN архитектуру, чисто CNN архитектуру, можно их комбинировать. Чаще всего сначала идут CNN, потом RNN слои. Ну, а потом, конечно, fully connected, никуда от них не деться. Заметим, что в сверточных архитектурах для языковых моделей не используются пулинги обычно. Почему? Потому что пулинги, они разрушают пространственную информацию. Мы об этом говорили в прошлом семестре на уроке по сегментации очень подробно. Почему пулинги разрушают пространственную информацию? Но суть в том, что они ее разрушают, а здесь мы пространственную информацию сильно потерять не хотим, потому что слова друг за другом идущие как бы очень важны. Поэтому чаще всего пулинги в сверточных архитектурах для языковых моделей не используются. А если используются, то очень осторожно. Также никто вам не мешает и даже поощряется использовать skip connection сверточных архитектур. То есть, смотрите, здесь на самом деле сверточная архитектура и ее функции, и ее свойства, они ничем не отличаются от того, как мы используем сверки для изображения. Здесь применимы те же самые трюки, ну, за исключением тех, которые разрушают сильно пространственную информацию, типа пулингов или больших страйдов. Skip connection помогает везде. И недостаток на самом деле языковой модели такой, который мы успешно побороли, используя RNN, но вернулись к этому недостатку, когда разговариваем про CNN, это то, что CNN генерирует следующее слово, используя фиксированное количество предыдущих слов. Но в отличие от архитектуры сети, которая была чиста на fully connected слоях, здесь вот этот вот кусок предложения, последний, по которому нейронная сеть будет генерировать следующее слово, может быть довольно большим. Особенно, если вы используете несколько слоев сверток. То есть здесь может быть не трехграммный или четырехграммный модель, а там 7-10 граммная модель. И она будет работать нормально. Давайте теперь рассмотрим еще один вид архитектуры нейронной сети для языковой модели, но только она будет отличаться от уже рассмотренных не тем, что мы будем использовать какие-то другие слои, там RNN, CNN, fully connected, а тем, как мы будем предсказывать вероятности следующих слов. Смотрите, давайте рассмотрим такую нейронную сеть. Вот здесь у нас первым делом какая-то архитектура нейронной сети. Не важно. Может быть это RNN, может быть CNN, может быть просто fully connected. Каким образом сюда подается текст, в принципе, тоже не важно. Главное, что мы подаем какой-то префикс текста, и мы хотим сгенерировать следующее слово. После этой части сети, которая может быть абсолютно любой, в последнем слое будет столько нейронов, сколько размер эмбиддинга, то есть 512. Этот слой, он будет выражать, по сути, эмбиддинг префикса. То есть вот эта сверточная нейронная сеть будет получать на вход какой-то префикс, и здесь, по сути, будет храниться эмбиддинг префикса, то есть информация обо всем этом префиксе. Дальше у нас есть база данных эмбиддингов всех слов в словаре. Слов в словаре миллион, как мы договорились, значит, у нас есть эмбиддинги всех миллионов слов в словаре. Как мы будем получать вероятности следующего слова в этом предложении? Очень просто. Мы будем умножать вот этот эмбиддинг контекста, эмбиддинг префикса, на каждый из миллионов эмбиддингов в словаре. И мы таким образом получим миллион чисел. Эти миллион чисел будут выражать то, насколько вероятно каждое из миллионов слов в словаре может встретиться как следующее слово в этом предложении. Умножать мы будем, если что, эмбиддинг контекста на каждое слово скалярно, ну или матрично. То есть это значит, что мы умножим поэлементно эмбиддинг контекста на эмбиддинг слова и сложим все полученные элементы. Конечно, мы получим числа, которые не будут выражать вероятности, то есть они не будут выражать единицы, но слой softmax никто не отменял. Мы потом все полученные числа прогоним через слой softmax и приведем их в вероятности. Мы таким образом опять получаем ровно миллион вероятностей и ровно так же с помощью кросс-энтропии обучаем эту нейронную модель. Просто вот тут меняется техника, каким образом мы получаем вот эти миллионы вероятностей. Все, что я рассказала до этого, то есть все архитектуры, которые мы рассмотрели, они имеют место быть, и они применяются. Это идеи архитектур, то есть то, как можно использовать архитектуру на RNN, то, как можно использовать архитектуру, основанную на CNN, то, как можно по-разному получать вот эти вот вероятности в конце, и то, как обучается нейронная языковая модель, то есть с помощью кросс-энтропии. Это такие базовые понятия. Конкретные архитектуры того, как работают лучшие на данный момент языковые модели, я в этом видео разбирать не буду, потому что до того, как узнать про лучшие архитектуры языковых моделей, вам нужно узнать про задачу машинного перевода и про такие архитектуры, как трансформер и берд. Их мы будем разбирать на следующих уроках. Следующий урок будет про машинный перевод, а трансформер, берд дальше. Наверное, вы задаетесь вопросом, как же работают лучшие языковые модели типа ГПТ-3 на данный момент. И вот про это, про то, как они работают, мы поговорим тогда, когда вы узнаете про машинный перевод и архитектуру трансформер. Давайте пока поговорим о следующем. Наверное, вы тут уже задались вопросом. Вот тут мы получаем эмбеддинг контекста. То есть, по сути, смотрите, получается, что вот здесь, в конце вот этой нейронной сети, у нас выдается эмбеддинг, который является, по сути, эмбеддингом предложения какого-то. Вот рыжая лиса очень быстро несется в архитектуру. На предыдущих уроках мы с вами разговаривали про эмбеддинги слов. Эмбеддинги слов мы умеем хорошо получать, там, word to beck, fast text и так далее. Сейчас мы поговорим о том, что с помощью языковых моделей на самом деле можно очень круто получать хорошие эмбеддинги предложений. Хорошие в том плане, что эти эмбеддинги действительно будут хорошо отражать смысл этих предложений. Так вот, как это делать? Очень просто. Если у нас с вами есть обученная языковая модель на основе нейронных сетей, чаще всего она будет с архитектурой, основанной на рекуррентных нейронных сетях. Что мы можем сделать? Давайте допустим, что у нас есть предложение, миддинг, которое мы хотим получить. Пусть это предложение, вот, I could see the cat on the steps. Тогда мы просто будем подавать нашей языковой модели слово за словом этого предложения. И в конце, когда мы подадим ей все слова этого предложения, у нее внутри hidden state, ее, то есть выходы ее скрытых слоев, они, по сути, будут содержать информацию обо всем вот этом предложении. Можно смотреть на это как, вот, давайте возьмем вот эту вот языковую модель, например, вот здесь вот, где RNN, и будем подавать наше предложение, миддинг, которого мы хотим получить слово за словом в эту языковую модель. И в конце, когда у нас предложение кончится, вот здесь вот в миддинге у нас будет сотражаться информация обо всем предложении. И это хороший способ действительно получить миддинги предложений. И на самом деле лучшие миддинги предложений, которые сейчас есть, они, правда, получаются из хорошо обученных языковых моделей. Хорошие языковые модели, как они устроены, опять же, глубоко архитектурно, мы поговорим тогда, когда будем разговаривать о трансформерах и берте. Давайте посмотрим теперь на примеры работы языковых моделей. Вот текст, сгенерированный языковой моделью, который можно найти вот здесь, на гитхабе Карпатова. Эта языковая модель обучалась на PDF-ках, сгенерированных в латихе. И вот, смотрите, она сгенерировала новую PDF-ку, обучила, сгенерировала новую PDF-ку, которая выглядит действительно адекватно. Но что значит выглядеть адекватно? Это значит, что здесь нет явных ляпов, если вы не вчитываетесь в подробности, в смысл. Смотрите, если здесь начинается доказательство, то доказательство обязательно заканчивается. Вот этот квадратик, он ставится тогда, когда вы заканчиваете доказательство теорем. Язык выглядит логично, то есть здесь нет такого, что предложение не имеет смысла. Формула тоже выглядит логично. Выглядит численно, как статья, написанная в латихе. Другое дело, что особого смысла она не имеет, то есть она не доказывает теорему Пифагора или какую-то другую посложнее теорему. Но при этом она выглядит так, как будто она действительно может принадлежать языку статей, написанных в латихе. Вот другая языковая модель. Она тренировалась на базе данных кодов. То есть ей скормили кучу-кучу кода, и она генерирует код. Она генерирует хороший код, в том плане, что он опять же читаемый и без явных ляпов. Если скобочка открывается, то скобочка закрывается. Если их ставится, то ставятся скобочки, скобочка закрывается, и открывается скобочка контекста. Но другое дело, опять же, что ничего суперадекватного этот код не делает, но выглядит он адекватно. То есть смотрите, этим примером я хотела показать, что языковая модель на самом деле довольно-таки умная. То есть смотрите, чтобы написать такой код, ей нужно в какой-то момент запомнить, что она открыла скобочку, потом она пишет много кода внутри, но эту скобочку она все равно закрывает. То есть это какой-то механизм понимания устройства кода она получила, и механизм такой памяти все-таки. Люди этим тоже восхитились, и они решили посмотреть, действительно ли модель вот так вот умеет как бы запоминать, типа, ага, я нарисовала здесь скобочку, и все время, пока она генерирует следующий код, вот этот, она помнит, что она открыла скобочку и должна закрыть эту скобочку. Вот как она это помнит? На самом деле, оказывается, в нейронно-языковой модели можно найти некоторые нейроны, которые отвечают за определенные события. Смотрите, вот, давайте начнем с простого примера. Вот это нейронно-языковая модель, которая генерирует просто текст. Но текст она генерирует переносами строк. Вот здесь вот факт, перенос строки на следующую строку, форм перенос строки на следующую строку и так далее. И исследователи обратили внимание на один нейрон. Этот нейрон, как бы сказать, исследователи обращали внимание на то, насколько активируется этот нейрон, когда нейронная сеть генерирует какое-то слово из предложения. То есть, что значит активируется нейрон? Это значит, что он выдает большие значения в какой-то момент, в какой-то момент маленькие, по-моему, для значения. Так вот, оказалось, что они нашли нейрон, который активируется сильнее, когда предложение достигает конца строки. То есть, вот нейронная сеть, она генерирует предложение слово со словом. That's all importance of the crossing и так далее. Все время, пока нейронная сеть генерирует вот эти слова, этот нейрон сильно не активируется. Но когда нейронная сеть доходит до конца строки, нейрон активируется все сильнее, вот становится более красным. И в какой-то момент, когда он сильно активирован, нейронная сеть делает перенос строки. Ну и все заново начинается. Пока не дойдет до конца строки, нейрон не активирован, и к концу он активируется. То есть, это значит, что вот этот нейрон как раз отвечает нейронной сети за факт переноса строки. Такие же нейронные есть и в нейронных сетях, которые генерируют текст. То есть, нейроны, которые отвечают за открытые скобочки, открытые круглые скобочки, конец строки, if-ы и так далее. Вот два примера. Вот первый пример. Здесь пример того, когда активируется нейрон, который отвечает за if. Смотрите, вот есть один нейрон. Он не активирован, когда нейронная сеть генерирует вот это все. Тут он тоже не активирован. И вот, наконец, начался if. Открылась скобочка, нейрон активировался. То есть этот нейрон запоминает, что нейронная сеть открыла скобочку после if. Здесь опять if, скобочка открылась, нейрон активировался, и он постоянно активирован. Вот другой пример, где нейрон активируется на scope, видимо, или на for. В общем, здесь, наверное, можете сами подумать, что здесь есть, но вот видно, что когда здесь открылся if, кажется, он активируется на внутренность if. Вот есть if, скобочка открылась, и нейрон начал активироваться. И он сильнее активируется, чем дальше нейронная сеть идет. То есть это значит, что чем больше кода пишет нейронная сеть внутри if, тем сильнее активируется нейрон, тип сильнее, грубо говоря, сообщает, что, наверное, if пора заканчивать, нужно закрыть скобочку и идти дальше. Вот return 0, нейрон сильно активирован, и если есть return, Это значит, что ИВ, наверное, закончился, нужно закрыть скобочку. Это что касается интерпретируемости языковых моделей. В принципе, это все, что я хотела сказать про нейронно-языковые модели. Повторюсь, что я сказала вам общее устройство архитектуры нейронных сетей для языковых моделей, как они устроены, какие архитектуры, типы архитектуры у них могут быть, какие слои у них могут использоваться и каким образом они обучаются. Более подробно про конкретную архитектуру вы узнаете через несколько занятий. Спасибо вам, что посмотрели это видео.